Как в этом мире жить? Каждый человек ищет ответ на этот вопрос. И ему предлагают разные-разные ответы. Разные ответы ему предлагают, но мы изучаем путь Тора. Тот ответ, который, как я лично верю, как говорят на юриде, я анима амин, б муна шлама. Я верю полной верой. И дальше есть 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбам. Раб Маймани, да, он сформулировал 13 принципов веры. И вот кто эти принципы веры как бы принимает, он верующий. А кто не принимает, неверующий, все. Еще раз очень интересно, что любой человек, не только вот как говорил пророк Хавакук, что цадик б мунато их е. Говорил пророк Хавакук, был известный такой пророк. Говорят, что Хавакук это был тот ребенок, которого оживил пророк Ильиша, да, то есть это была какая-то особенная душа. Он говорил, праведник верой своей будет жить. Да, потом мы это повторяли, я знаю, во многих различных тоже интерпретациях. По вере вам воздастся и так далее. Но первое это сказал пророк Хавакук. Цадик б мунато их е. Праведник верой его будет жить. Теперь не только праведник верой его будет жить. И вера будет верой ее жить, и Влад будет верой его жить, и Рид, и Иванка, и Цкак, и даже Яков Шатанин. Вера его будет жить. Только праведник верой его будет жить вечно. Например, болельщик клуба какого-нибудь футбольного, он верой его будет жить, пока живет его клуб. То есть он верит, что клуб его самый лучший, а потом он поехал за это драться. Он хотел доказать кулаками после матча, в котором его футбольная команда проиграла, что его все-таки команда лучше. И он этот футбольный болельщик, он так в это верил. Он так же верил, что надо драться, потому что если бы он не верил, что надо драться за свою футбольную команду, он бы не пошел бы на эту драку. И вот он туда пошел, подрался, не дай бог, да? И что? И его убили. Получается, что футбольный болельщик верой своей умрет, а праведник верой своей будет жить. То есть любой человек верит в какие-то модели мышления. Каждый из нас верит в какие-то... Вот, например, Давид, он верит, что надо жить в Ницце. Вот он и живет в Ницце, да? А Латуха Дмитрий верит, что надо учить Мишли. Он его учит Мишли на любое у него высказывание практически. Есть отрывок из Тричи, да? То есть каждый из нас взял какие-то идеи из окружающего мира. Даже если человеку кажется, что он эту идею сам придумал, то все равно это кажется, потому что эта идея к нему попала как-то в голову, потом она у него всплыла. Как рассказывают про Стива Джобса, что он когда кто-то ему что-то говорил, он обычно опровергал. Потом проходило какое-то время, и он эту же идею от себя высказывал. Но он умел, в чем была сила Стива Джобса, например, да? Что есть люди, которые свои идеи умеют внедрять в головы других людей и делать реальностью. И эти люди не всегда самые умные, эти люди не всегда самые честные там и так далее. Просто у них есть умение, это навык брать свою идею и внедрять, значит, в жизни других людей. Это вчера я как раз был у мамы, вот мы сидели там, у мамы моей, да? А она где-то в 90-каком-то году, она уговорила всю семью переехать в Германию. Ну, кроме меня, я уже с ними не жил, и мой брат не жил. Но она, отца и свою маму, вот они втроем уехали в Германию в конце 90-х. А сейчас у мамы деменция. Я маме говорю, мама, вот вы в Германии жили там больше 20 лет, пока вас в Израиль не перевез. Вы говорили, а как вы туда попали? Я говорю, а я слышал эту историю, что она сидела в парикмахерской, и парикмахерша говорит, вот в Германии хорошо, вот сейчас едут туда, значит, в Германию, значит, евреи, и там им хорошо, в общем, все им там дают квартиры, деньги, все. И мама пришла домой и уговорила отца, который уже тогда был на пенсии, и свою маму, которая почти не ходила, поехали, мол, в Германию. И вот она всех уговорила, они поехали в Германию, там жили больше 20 лет. Так вот, есть люди, которые берут какую-то идею, начинают в нее верить, и дальше они эту идею, не просто они в нее верят, а они эту идею начинают распространять. И весь этот наш мир, это как раз вот такой вот мир, в котором какие-то люди распространяют какие-то идеи. А мы с вами что изучаем? А мы изучаем Тору. Тора это Машер Абейну, был пророк, я в это верю. Я лично не могу проверить, насколько Машер Абейну был пророк, но я верю в полной веры. Боимуна Шламада, видите, говорят. Как в Торе написано, что когда Бог делал чудеса, там море расступалось, 10 казней, было дарование Торы, и там несколько раз прям написано, Ваиамину Баашем, и поверили люди, когда они увидели эти чудеса в Бога, у Бомоша Абду, и в Моше Моисея его раба, что Мошер Абейну, то есть когда они поднимались на ступень пророчества, им все время открывалось, что вот есть Тора Эмет, что Тора это истина, Мошер Эмет, в Тора Той Эмет, что им, а Мошер Абейну это тот, кто передает эту истину, ее трансформирует в самом чистом виде. То есть когда они поднимались на вот эту ступень пророчества, а также они это понимали. Также любой человек, который начинает изучать Тору, у него складываются пазлы, и в какой-то момент именно из-за вот этого вот сочетания всех пазлов у него появляется и логическое понимание, и ощущение, что это истина, потому что ложь, у нее нет ног, она где-то не сходится. Вот человек, который обманывает, ему почему тяжело? Он должен все время думать, где он обманул, и если он где-то как-то ошибся, то оно сразу не сходится. И человек, который слушает, он говорит, оба чтения сходятся. А тот, кто говорит правду, он говорит, а мне все равно, сходится и не сходится. Я тебе говорю правду, я видел своими глазами, это правда, все сходится тебе, не сходится, это есть. Поэтому правду говорить удобнее, она более такая устойчивая. Значит, мы сейчас изучаем процесс раскаяния. Раскаяния это, как если взять современным языком, это процесс программирования, перепрограммирования своего сознания, своей памяти, своей внутренней, своей внутренней структуры своей, да, перепрограммирования, для того, чтобы убрать оттуда, убрать оттуда грех. Значит, что такое грех? Это когда сделано что-то, не как Бог сказал делать. То есть, Всевышний установил в этом мире законы, и есть законы физики, есть законы химии, есть законы психологии, есть духовные законы. И когда человек нарушает духовный закон какой-то, это называется грех, или авира, авира это для вор, это как бы переступить волю Всевышнего, да, авира это вот дословно переступить, приступить воле Всевышнего. И поэтому, кто такой преступник? Преступник это тот, кто приступает к какой-то закону. Всевышний установил законы, кто их приступает? Он преступник, а потом, если он раскаивается, он снимает себя, он возвращается на шаг назад, понимая все ошибочные мысли, слова и действия, которые он сделал. И он, вернувшись назад и сделав другие мысли, слова и действия, которые предусмотрены программным обеспечением этого мира, он стирает этот грех и его последствия. Потому что, как в зерне, в зерне есть зашифровки, очень важные, потому что эти преступления, ну они незначительные, человек их делает, а потом у него просто в жизни ничего не идет. И он думает, ну чего я вообще у меня, вроде я такой хороший человек, а у меня там жена ушла, работы нету, болею, ну чего же я такой хороший человек, ну и что, что я всего лишь там обижаю всех. Есть один у меня такой, мало знакомый, но он меня просто поражает. Раньше в фейсбуке смотрел, иногда его встречали с его посты, и думаю, как можно так людей обижать. Вот в каждом посте он обижает, вот норовит кого-то обидеть, да, в каждом. И потом у него, естественно, там, ну, семьи нет, проблемы со здоровьем, все, работы нету, ничего нету, да, то есть, а он все продолжает, вот я, значит, режу правную матку, такой хороший человек, что я всех обижаю, ну и буду дальше обижать, потому что жизнь того стоит, жизнь-то мне, она тоже ко мне плохо относится, да, так он пишет. А что жизнь к тебе плохо относится? А как жизнь должна к тебе относиться, если ты ко всему относишься плохо? Так ты должен, значит, раскидывать там эти испражнения, а жизнь тебя возвращает, должна из этого, да, амброзия, что ли? Нет, конечно. То есть, понятное дело, что человек, который делает зло даже неосознанно, то он будет получать в обратку то же самое, ну, то есть, нет другого варианта. Бывает, что у человека смешанно, он делает, у большинства людей, он делает то зло, то добро, то зло, то добро, то зло, то добро. Всевышний за добро ему бывает сразу отвечает, да, многие, возникает этот вопрос, почему есть люди злодеи, но вот им как бы внешне очень везет, у них хорошая жизнь, и все у них внешне прекрасно, все. То есть, почему? Потому что Всевышний, его доброта в том, что он за добро платит сразу, а за зло он ждет, ждет, ждет. А вдруг он услышит урок пути праведников, урок про раскаяние, и тот человек раскается. И Всевышний тогда скажет, все, мне не надо делать его зло, Всевышний уже добрый, он-то изначально мир сделал, чтобы всем нам было хорошо. Просто мы делаем такие действия, за которые потом получаем последствия. Хорошо, но тут мы дошли уже до вот пять, которые люди вообще не считают, что это грехи, хотя это большие грехи и проблемы, и это вот эти пятна прямо на стеночке записать, и очень их остерегаться. А сегодня мы выучим, есть преступления, к которым человек постоянно стремится, и трудно ему избавиться от них. То есть, оказывается, Всевышний сделал в системе такую программу, что эти преступления, у человека есть к ним стремление даже, ему хочется их делать. Кому-то одно, кому-то другое, не обязательно все хочется, сейчас мы узнаем. И трудно ему избавиться от них, от этих преступлений. Готовы записывать, чтобы сделать себе это минное поле конкретно. Те, кто делают эти преступления, предыдущие любые преступления, они себе создают предпосылку для очень плохой жизни. Ну и, естественно, теряют вечную жизнь, как бы тут понятно. Но я вам скажу так, что ведь люди, которые курят сигареты, там же на пачке написано, нарисовано, и все равно человек, он даже зная, какой-то ему вред, он не может, многие люди, многие бросили курить, а некоторые продолжают курить, то есть, они не могут справиться с вожделением вот этим, да? И им поэтому нужна помощь Всевышнего, им нужно тренироваться по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы научиться управлять собой. Большинство людей вообще не управляют собой. Только они берут и самую легкую свою часть идеологию, подравнивают идеологию под свои вожделения. Они говорят тогда, вместо того, чтобы сказать, да, я понимаю, что курить вредно, я буду искать способ, как бросить. Они говорят, так, секундочку, мне бросить тяжело, значит, я лучше изменю идеологию. Образать не надо, все равно он вру, значит, все. И он меняет идеологию, чтобы оправдать вожделение. Вместо того, чтобы продолжать искать ту идеологию, которая поможет ему все-таки освободиться. Это и есть освобождение от вот этого вожделения, от этой привычки. Теперь те, кто смотрят в Ютьюбе, и вам плохо видно, найдите. Найдите, у нас есть трансляция и в Телеграме, и в Фейсбуке. Поэтому вам очень просто. Те, кто в Ютьюбе, действительно, там замедляется, там связь плохая, все. Найдите «Вайкра», вот точно прям так пишется латинскими буквами, в Телеграме. Самое надежное. Вот у нас в Телеграме 102 человека смотрят урок, да? А в Фейсбуке почему-то всего 29, очень странно. А в Ютьюбе 47, сейчас в прямом эфире. Потом у нас эти уроки выходят по всем нашим сетям, и в среднем в день смотрят вот каждый урок более 2000 человек. А в общем у нас в день просмотров, если 30 тысяч у нас часов просмотров в месяц, то получается у нас в день тысяча часов. Не просмотров, а часов просмотров. Это огромный-огромный свет люди получают. Итак, ну если бы все... А чем занимаются все остальные? Все остальные, они постоянно стремятся к следующим преступлениям, и, наверное, ими занимаются, этими преступлениями. Да? Что это за преступления? Давайте посмотрим. Отмечайте у кого какие есть. Да? Потому следует остерегаться, чтобы они не пристали к человеку. Потому что все это сугубо отрицательные свойства. Их пять. Нет, можно в Телеграме с компьютера тоже смотреть. Люди пишут в Ютьюбе, что нельзя с компьютера смотреть. Можно. Просто нужно установить на компьютер. Как раз Телеграм делает трансляцию с компьютера. Можно, можно. Ну что, давайте. Первое из того, к чему люди стремятся, это сплетничать. Сплетничать. Что такое сплетние? Это передавать то, что слышали от других, негативное. Есть к этому стремление. Теперь все, можно все телевидение, не телевидение, а новость, вот эти все, особенно в Ютьюбе, вот эти все комментаторы, это просто вообще сидят с умными, с такими рожами. Я сейчас, правда, тоже сплетничаю, видите? Но я как бы глобально. Комментаторы сидят с умными лицами и комментируют вообще все. Для меня вот это все как бы в одной такой зарисовочке. В израильской телевидении, 9 канал, ведущий с таким скорбным лицом. И там человек, который на, типа, корреспондент на пространстве, где он, ну, внутри событий, да? И этот из студии его спрашивает. Ну что, все так ужасно или еще хуже? А тот говорит. Не, говорит, не ужасно. Ну, как бы, все нормально. Тот говорит. Ну, расскажите, какие кошмары нас ожидают? Тот говорит. Да не, все нормально. Вот этот вот из студии, статьи, вон, 9 канал, так есть один, он просто, он скорбный такой. Он вообще все, он просто кошмарит зрителей. Бедный вот эти русское телевидение, кто смотрит. В основном люди уже в возрасте, да? Молодежь не смотрит этот русский канал. И он, значит, вот-вот, я же говорю, не зря противоречия. Вот правильно, я же сам заметил, что противоречия. Я же говорю, что вот эти вот сугубо отрезательные свойства, у человека есть к ним стремление. Я же тоже человек, я же неправедник. Мы вместе книжку учим. Я просто говорю, что насколько здесь правильно написано, что сплетничать идет стремление человека. Вот я сейчас сплетничаю. Злословие, вот прямо написано, я же не буду выдумывать, да? Вот сплетничать написано, у всех стремление. Злословие, третье, гневаться. То есть это три вот первых таких качества, которые у человека есть стремление к ним. Это природа человека. А праведник тот, кто преодолел свою природу. Тот, кто, допустим, и спортсмен преодолел свою природу. Вот люди восхищаются, там, олимпийский чемпион. А почему он преодолел свою ленивую природу? Он себя тренировал, оттачивал, там вообще, насиловал и измаждал, нет, сейчас. Изнемогал на тренировках, чтобы отточить свою природу и дальше злословить, гневаться, иметь злые намерения и объединяться со злодеем. Это вот пять вещей, которые есть в природе человека, они очень вредны. Вот, например, объединяться со злодеем, у нас есть отдельно по воскресеньям урок для партнеров и спонсоров ВАИКРА, которые помогают деньгами. По 50, по 100 долларов в месяц сдают на распространение уроков, на зарплату. У нас есть люди, которые занимаются всеми, редактор, там есть, ну, то есть, есть люди, команда, которые делают это, да, все. И вот, значит, вот эти вот партнеры и спонсоры, они финансируют развитие ВАИКРА, чтобы быть партнерами в этих 30 тысячах часов распространения ТОР. И для них есть отдельный урок, мы с ними изучаем, так как они деньги дают. Мы изучаем книгу, которая называется, вот она называется, «Путь к богатству». «Путь к богатству» — это в этой книге, это собрание высказываний писем Любавичского Рэбе, каким образом, с помощью выполнения воли Всевышнего добиться материального благословения. И вот на последнем уроке, там, 30 минут мы читаем эту книгу, изучаем, а 30 минут делятся, значит, сами участники, задают какие-то вопросы, мы по 10 минут разбираем какие-то конкретные ситуации. Вот один участник рассказывал, что его сын ему позвонил, сын подросток, и говорит, папа говорит, «Вот смотри, ты меня все время учишь, надо быть хорошим человеком, надо быть честным, надо быть добрым, надо учиться, работать, все». А я вот смотрю, у меня в классе вот эти все хулиганы, которые, вот то, что здесь написано, что у человека есть тяга, объединяются со злодеем. Хулиганы такие, малолетние преступники, у них у всех уже, и девочки у них есть, и мотоцикл у них есть, и деньги у них есть, и они такие популярные. Так может мне стать вот таким вот, ну, как бы, как Ами, может быть, злодеем быть выгодным? И папа ему говорит, нет, сынок, там все такое, значит, пытаются ему объяснить из притчи царя Соломона, объясняя тому, что невыгодно. Но в итоге, в итоге, получается, что тот, кто находится рядом со злодеем, он проигрывает. Я очень вспоминаю вот свою историю, я был в спортинтернате, и на спортинтернате были также борцы, там, всякие, ну, других видов спортсмены. Я был легкий атлет. И вот как-то я шел вечером, и там было два еще спортсмена такие, один борец, там, один гонбалист. И с ними был какой-то малолетний такой преступник, вот, тоже лет 16-17. И они говорят, пошли пить пиво. А я с детства вот таких преступников я очень не любил. У меня прям, я людей жестоких таких, которые, ну, вот, зло прям, знаете, есть люди, которые хотят делать зло. Я просто от таких людей очень остерегался. Я говорю, нет, не пойду. Именно вот из-за этого преступника я не пошел тогда. Дальше они пошли пить пиво. Там они познакомились с каким-то парнем, который выпил, и он тоже не учил притчи царя Соломона, книгу хоть праведников. Поэтому он выпивая, он хвастался, что он приехал из-за границы, привез какие-то деньги, все. Потом они еще выпили, и они пошли к этому парню дальше пить домой. И когда они пришли к нему домой, вот этот вот преступник, он его, того парня, начал ножом там пугать, пытать, чтобы тот отдал деньги, тот деньги отдавать не хотел. Завязалась драка, и он его, вот этот преступник, убил. Просто зарезал его. Соседи вызвали милицию, они втроем выпрыгнули с балконов. Их там несколько дней искали. А оказалось, что тот, кого они убили, не они убили, вот тот один убивал, он был родственником какого-то милицейского генерала. Их по полной программе троих на такие сроки, там вообще показательный суд, то есть все. И я думаю, слава богу, что я не пошел с ними тогда пить пиво, потому что эти двое спортсменов тоже, они сидели рядом, и они ничего не делали. Но они были соучастники, получилось так, да? И вот здесь то, что пишет нам автор этой книги, что злые намерения есть у каждого из нас периодически, да? Ну, есть тяга, я не могу сказать. Не хочу злословить и говорить, что есть у каждого. Он пишет, что есть у людей тяга к этому, и объединяться со злодеем. Тот, кто пребывает рядом со злодеем, человек видит его поступки, они запечатлеваются в его душе. Об этом сказал царь Саламон, кто дружит с глупыми, сокрушен будет. Все это и подобное этому приостанавливает раскаяние, но не делает его полностью невозможным. Если человеку удалось раскаяться, то он раскаившийся, и у него есть доля в будущем мире. То есть, какие бы преступления человек ни делал, я прям, видите, сделал там пять вот этих вот восклицательных знаков, пять, видите? Пишет автор книги, что любые преступления, которые человек делает, в принципе, он может раскаяться. Просто вопрос, насколько это тяжело ему сделать, тяжело, прочее и так далее. Но, в принципе, раскаяться можно. Я вам, кстати, подскажу, есть такая, я очень люблю лайфхаки в жизни, то есть, я люблю находить конкретные, понятные, простые решения. Есть одно из простых решений, что когда человек женится, ему прощаются все грехи. Прямо вот он стоит под хупой, и написано, что ему прощаются все грехи. Или когда он проходит Дью-Йорк, например, он новый человек, ему прощаются все грехи, он, в принципе, новый становится, да? Там в Талвуде разбирается вопрос, очень есть вопрос в глубокии. Если он новый, то кому принадлежит его старое имущество? Он-то новый. Представляете, человек проходит Дью-Йорк, в это время там делает, например, мужчина, ему делается обрезание, и потом он окунается в Мику, и Ролинский суд говорит там какие-то формулировки, и в этот момент ему появляется новая душа, то есть он присоединяется абсолютно к новой душе. Он новое творение, новое создание. Но задает Талвуд вопрос, а если в это время кто-то, он по закону имущество, которое ничье, его можно взять себе, и оно будет твое. Если кто-то в этот момент знает всю эту историю и знает законы, и он в этот момент берет его имущество, то что тогда? Ну, хороший вопрос. Я не помню ответ, я это место не учил, просто знаю, что обсуждается вопрос наследования, и если у него новая душа, то новая душа. Почему тот, кто женится, у него прощаются ему все грехи? Тоже непонятно вроде бы, да? Но есть тоже объяснение, что когда происходит полностью освещенное, то есть именно по закону, по духовным законам соединения мужа и жены, мужчины и женщины, то они становятся, как отлепится, написанный человек, от папы и мамы, и соединятся с женой, и станут они одной плотью. То есть они соединяются в новую сущность. В этот момент и он, и она становятся новыми людьми, причем для женщины это даже подтверждается изменением фамилии, то есть меняешь имя, меняешь судьбу, тоже есть здесь такой фактор. Значит, поэтому есть факторы, которые помогают раскаяться и помогают отойти от своей старой сущности и стать новой сущностью. Все эти факторы есть, но опять же у новой сущности будут те же самые пять вот этих вот вещей, пять стремлений, которых нужно опасаться. Сплетничать, злословить, гневаться, иметь злые намерения объединяться со злодеем. То есть эти пять, которые прямо есть вшиты в человека. И вчера мы выучили тоже очень интересные пять нарушений, которые обычно человек делает, и он не кажется ему легкими, но они не легкие на самом деле. Все. То есть вот эти десять, если мы будем опасаться, я думаю, что серьезных преступлений никто не делал. Если делал, надо жениться. Жениться, значит, говорил, я помню, тоже есть такая шутка, что один раввин говорил, что ты женишь, если тебе попадется жена хорошая, то ты сразу попал в рай. А если попадется жена, которая плохая, то тогда у тебя ад здесь, и ты искупил все свои грехи, то есть у тебя уже там ада не будет. Все. Поэтому жениться в любом случае это выигрыш. Будет тяжело, ты через это исправляешь свои качества. Будет легко, ты наслаждаешься жизнью больше, чем что-либо другое. Это такой легкий путь, да. Это знаете, как есть спортсмены, которые тяжело тренируются, а есть, которые ищут таблетки, фармакологию, разного кола. Так вот, жениться, да. Легкий путь к раскаянию, да. Именно эту книгу изучить. У нас дальше, кстати, про раскаяние, это самая большая глава. Вот сейчас начинается вообще очень тяжелая тема. Как тяжелая? Для меня она тяжелая. Я вот ее просматривал. Очень, бывают два вида преступления, надо называться. Есть преступление между человеком и Богом, там достаточно легко это все исправить. А есть преступление между человеком и человеком, там сложнее. А потому что пока человек не прощает, то тяжело это все исправить. И вот тут идет просто описание всех преступлений, какие за эти преступления исправления. Там целая идет система вообще, тренинг такой, да, тренинг по исправлению себя. Но я вам скажу так. У меня есть вот одна клиентка, она обучалась коучингу, там в программах есть Академия Эксперта. У нее направление регрессология. И она говорит такую вещь, что вот у людей, то есть она к этому вопросу подходит не с точки зрения религии, а с точки зрения гипноза, с точки зрения вот каких-то погружений во внутренний мир. И она говорит, что у человека внутри, как она описывает, есть матрица, да, вот то, что детские травмы там и так далее, все это в подсознании складывается, какие-то его поступки. И она говорит, что жизнь человека, она формируется вот этими его глубинными сигналами, да, которые идут, которые он сам не осознает, но они формируют его жизнь. И у нее есть какая-то технология, как зайти в гипноз, как там что-то, эту матрицу очистить. Этот процесс, он очень так напоминает вот то, что мы здесь изучаем про раскаяние. Только раскаяние – это без гипноза, и ты просто, ты как бы осознаешь то, что ты делал раньше, ты меняешь свое к этому отношение, ты сам меняешься. Но она утверждает, что это можно делать в гипнозе. Может быть и можно, я не знаю, то есть я именно с ней работаю по формату, да, по формату, как донести до людей эту мысль. Потому что, вот мы, например, сейчас работаем, у нас три канала, да, Телеграм, Фейсбук и Ютуб. И, а если бы был один канал, то 100 человек бы уже не досмотрели бы то, что мы сейчас говорим. То есть в любом случае очень важна не только сама мысль, та сила, с которой человек верит в нее, и та сила, с которой человек ее распространяет. Потому что мы живем в мире идей, которые какие-то люди придумали, а какие-то люди эти идеи распространяют. И вот мир, в котором мы живем, это как раз больше все-таки он зависит от тех людей, которые распространяют идеи. Вот эти СМИ там и так далее, они оказывают на мир невероятное влияние. Как бы зная, я еще чуть последний час, зная вот этих людей, которые СМИ вот этими рулят, ну то есть они не всегда вообще, сами по себе люди, они не счастливые часто, они не здоровые, они не успешные ни в чем. То есть они продвигают идеи, которые рушат людям головы. То есть я очень против СМИ, против журналистов, они обманывают, если тот, кто понимает вот в лингвистике, да, как построение любого заголовка, вот эти кликабельные заголовки, это обман и манипуляция. То есть они прям осознанно манипулируют сознанием, причем они заряжены, то есть есть СМИ одного формата, они интерпретируют факты с одной стороны. Есть другого формата, там левые, правые, они абсолютно с другой стороны. Есть две страны воюют, одна страна интерпретирует эти факты с одной стороны, другая с другой стороны. Внутри страны есть, тоже по-разному интерпретируют. Но каждый пытается навязать свою мысль другому. Да. Хорошо, друзья, все, всем удачи, успехов, поэтому мы учим Тору, раскаиваемся, благодарим, радуемся. То есть нужно заполнить свою голову Торой, заповедями, добрыми делами, разговором со Всевышним, благодарностью Всевышнему, молитвой. И все, и будет это внутри хорошо, внутри шалом, вокруг шалом, и в мире тогда наступит шалом, потому что у нас тяжелая работа. Вот эти СМИ, они работают лучше, чем мы. У нас всего лишь 200 человек смотрят, а у них смотрят там миллионы, потому что они сплетничают, а мы нет. Можно начать сплетничать. Хорошо, друзья, все, удачи, успехов, до завтра.